МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гарантийное обслуживание, ремонт. Телефон 3611-00. От Томска до деревни Ларгах, что находится в Шербакульском районе, 125 километров. И на карте она есть, и навигатор ведет к месту назначения без боев. Но вот сведений о ней никаких не найдешь ни в сельской администрации, ни в интернете. Восстановить хоть какую-то историческую справку удалось только благодаря воспоминаниям местных жителей-старожилов. В 1914 году кругом были непроходимые леса. Люди стали вырубать деревья и строить землянки, а уже потом саманные дома. Позднее сюда прибыли еще несколько семей из Украины и Яризанской области. Григорец, Дудас, Даниловы, Дуляк. Деревни решили дать название Ларга по одноименной реке в Молдавии, что в переводе означает простор, широта. И действительно, места здесь были богатые, позволяли заняться и животноводством, и растениеводством. Овсениев и Игорь Горец были зажиточными людьми, даже мельницу имели. Позже их раскулачили. Последний не смог пережить такое и умер от горя. Сегодня в Ларге проживает чуть больше 40 человек. Нет ни газа, ни воды, ни жизненно важных объектов. А 5-километровый участок до деревни Максимовки, где есть хоть какое-то твердое покрытие, в Распутницу превращается в топкое болото. Хороший асфальт здесь только зимой. Не став избою, доживает сруб. Дымит полынь из выбитых окошек, не пахнет хлебом из холодных труб. Нет ни мышей пронырливых, ни кошек. Петух уже не сядет на плетень. Ворон и тех не видно на деревьях. И старичок, как собственная тень, едва бредет по вымершей деревне. Ни указателя с названием деревни, ни табличек на домах. Здесь какая-то странная тишина. Не видно людей, не слышно ни лая собак, ни мычания коров, ни стука. Только ветер гудит в проводах, да монотонно поскрипывают оторванные ставни на окнах. Первое ощущение – ты попал в другое измерение. Даже немного жутковато. Ловишь себя на мысли – а живут ли тут люди? Оказывается, живут. Правда, дома среди огромных сугробов заметишь не сразу. Разбросаны они то тут, то там, а к некоторым даже тропинки нет. Усадьбы уже давно заросли бурьяном. Кругом разрушенные здания, покосившиеся заборы. Это все, что осталось от прежней ларги. Жилых в ларге всего 13 дворов. Наберется человек 40 с небольшим. В основном это пенсионеры – одинокие старики, которым некуда податься. Вот и доживают они свой век там, где родились, где их корни. Для героя нашей программы Бориса Алексеевича Доровтеева – это деревушка, малая родина. Вот только больно, говорит, смотреть, как родной уголок потихоньку умирает. Уже, можно сказать, умерла. И самое главное, что это не только наша деревня. Таких у нас в округе деревни. Вот Ивановка была деревня, тоже развалилась. Сейчас поставили, обелиск туда поставили, такой памятник, что там деревня была. А раньше это было наше отделение тоже. А раньше, говорит Борис Алексеевич, жизнь здесь била ключом. И работа была, и все жизненно важные объекты работали. Магазин, школа, больница, клуб. В 88-м, получив специальное образование, он пришел работать киномехаником в новенькое здание. И жену приобщил. Она афиши писала, да бобины перекручивала. До этого Борис Алексеевич работал управляющим на местной ферме. Но после того, как она развалилась, пришлось переучиваться. Зарплата у работников культуры по тем временам была неплохая. Киномеханик получал 140 рублей. Почти 20 лет посвятил он этому делу. Сейчас уже на пенсии, но частенько вспоминает свою кинобудку. Как застрекочет аппарат, закрутится кинопленка, и люди погрузятся в мир драм и комедий, страстей, слез и смеха. Полные залы тогда собирались. Говорит, хорошие были времена. Ведь все-таки смотреть фильм на широком экране – это настоящее удовольствие. Вход был киномеханик с той стороны. Отдельно. Здесь был у нас парадный ход. Здесь вообще фойе было. Отдельный у нас актовый зал был. В общем, нормально, хороший клуб был. Потом решили, что нам не нужен он. Приехали с района начальства и дали команду его разбираться. Его разобрали. Потом не стало больницы. Школу и магазин тоже не удалось сохранить. С тех пор и пошел обратный отсчет. Ведь не зря говорят, пока есть школа и клуб, деревня живет. В то, что в Ларге снова когда-то загорится очаг культуры, и кто-то поселится в пустующих домах, уже никто не верит. Ой, навряд ли. Самое главное, что тут работы нет. Работы-то нет. Человеку, чтобы жить, надо работать. Деньги получать. Здесь или надо хозяйство свое личное разводить, или еще чем-то заниматься. Ну, кроме хозяйства, здесь нечем заниматься. Если, допустим, ты даже здесь магазин, ты не откроешь. Кого здесь, кого кормить здесь? Некого. У нас раньше как-то пробовала автолавка сюда ездить. Ну, приедет сюда. А выручки никакой. Он только затратит бензин, а выручки-то нет. Поэтому бросили нас все. Мы сами все. Вот и живут, ни на кого не надеясь. Можно сказать, одной большой семьей. Знают, что в каждом доме происходит, кто в чем нуждается. Помогают друг другу, чем могут. Ведь даже вода и тепло есть не у каждого. А раньше в деревне было 42 колодца, говорит Борис Алексеевич. Однако, несмотря на такую печальную картину, люди не покидают эти места. Что это? Привычка, безысходность или преданность малой родине? В настоящее время в нашей деревне осталось 13 дворов. Я их могу назвать никак и иначе, как патриоты. Иначе их не назовешь. Здесь у нас ни дорог, ни воды, ни магазина, ни клуба. Конечно, не патриоты. По молодости, говорит Борис Алексеевич, хотел уехать отсюда. Но родители убедили, мол, здесь будет лучше, да и прожить в деревне проще. Согласился. Когда отца не стало, мать бросить не решился. В семье росло четверо ребятишек, и Борис был во всем ей помощником. Так и остался. В этот дом и жену свою привел. До сих пор стоит он нетронутый временем. Этот дом построили мои родители. Этот дом саманный. Перешли мы в этот дом в 59-м году. Года два, наверное, строили. Почитайте, сколько лет этому. Уже, ну, во-первых, это как память о родителях. Во-вторых, а что я там с него возьму? Там нечего с него взять. Там же все отжито. Просто сытится. Используем мы как колодовую. Вот здесь пристроил гараж для машины. Чтобы это, не зря. Уже, считай, одну стенку не надо было строить. В 90-м перешли в новый дом. Его для молодой семьи построило местное хозяйство. Совершенно бесплатно. Тогда это было верным способом закрепить кадры на селе. Как молодому специалисту мне поставили дом. Ну, этим они, наверное, хотели меня удержать. Я поэтому здесь и остался. Тогда и думки о переезде оставили. Стали обустраиваться. Строили основательно. В надежде на долгую, обеспеченную и счастливую жизнь. Первыми на участке появились самые важные деревенские объекты. Эту баню я сам строил. Сарай тут тоже сам строил. Ну, в общем, для жизни все здесь пока есть. И баня, ну, в общем, все. И колодец здесь увидели. Единственное, что я уже говорил об этом. Жалко, что деревни нет, считай, а мы тут живем. А так, мне вроде как будто так и надо. Хозяйство молодые обзавелись сразу. Первой в новом сарае обживалась подаренная на свадьбу корова. Потомство от нее оставили. Постепенно животных прибавлялось. Сегодня здесь и мычат, и хрюкают, и кудахчут. Держим четыре коровы, доиных четыре коровы. Всегда держали пять, но в этом году сбавили на одну. Так, держим свиней, держим гусей, держим кроликов. И, ну, курей тоже держим. Эта свиня просто еще не дошла до них очередь, но на сдачу, на сдачу. Для себя мы уже зарезали, у нас мясо уже обеспечили себе мясом. Жить в деревне и не держать скотину, говорит Борис Алексеевич, это только бездельник может. А он не из таких. С детства отец приучал его к труду. С ним и дрова пилил, и на покос ездил. Сразу понял, что от своего подворья доход можно хороший иметь. Жена не спорила, соглашалась во всем. Долгое время пять коров доила вручную. Вижу, что жене тяжело. Представьте, что я пять коров руками доил, и три раза в день. Мы решили купить. Поехали в город с сыном на машине, выбрали, и не жалеем. Он ни разу не ломался. Он просто тех, уход делаешь, этому аппарату, и все. А таких поломок не было. Уже лет пять мы, наверное, им доим, и проблем нет. За слесаря вы? За слесарем, да, я все делаю. Ну, бывает там где-то клапан засядет, или все, промоешь, и дальше пошло. А супругу подменяете доить? Ну, не под меня. Но я думаю, если прижмет, то я смогу сам подоить. Только тогда в одежду жены облачаться придется, шутит Борис Алексеевич. Ведь чужака корова не подпустит. Чтобы наладить контакт с буренкой, есть у него несколько верных способов. Куском хлеба с солью угостить, погладить или на ушко шепнуть слово ласковое. Я живу для них постоянно. Она и меня знает так же, как и жену. Если, допустим, жена придет в другой одежде, то корова пока тебя не понюхает, она будет себя беспокоиться, думает, что это чужой человек. А потом, когда понюхает, поймешь, что это хозяйка пришла. Рабочий день Бориса Алексеевича начинается в 6 утра. Первым делом он наводит порядок в сарае и готовит животных к дойке. Обязательный пункт – приятные утренние процедуры. Хозяин своим буренком даже массаж делает. Причем подметил – молока стали давать больше. Очень важно, говорит Борис Алексеевич, еще и соблюдать режим – доить в одно и то же время. Тогда коровки у доями будут только радовать. Молоко в этом году у нас прекрасно. Дои, сразу молоководство, через два дня на третий приезжает и забирает. То есть, расчет сразу, сразу. Допустим, сдал 40 литров, за 40 литров тебе деньги сразу отдает. Молоко – 19 рублей литр. Но это все равно неплохой же доход, наверное. Конечно, это доход неплохой. Я только пенсию получаю, а жена у меня еще не пенсионерка. Поэтому за счет подсобного хозяйства мы и живем. А добавка к пенсии получается неплохая. В месяц выходит порядка 23 тысяч рублей. Можно и покупки какие-то запланировать. Если, конечно, закупщик молока добросовестный и не наживается на доверие простака-крестьянина. Были такие случаи, что у нас даже обманули. Вот в прошлом году мы молоко сдавали, сдавали в Полтавске, в Полтавку. И где-то около 5 тысяч нам не додали денег. Ну, бог с ним, мы не в обиде. Что теперь сделать? Все нехорошо, конечно. Если бы сказал, что вот там мне дай денег, я бы тебе отдал бы эти 5 тысяч, господи, на твои. Или попросил бы просто. Каждый, планирую свою копейку куда-то, что-то. И он не только меня обманул, а всю деревню у нас обманул. Всю деревню обманул. Ну, правда, сейчас вернул некоторым. Сейчас только не полностью 100% рассчитался, а понемножку. Нам вообще еще не давал. Ну, звонит, он говорит директору, что я рассчитался с людьми. А фактически-то мы не получили деньги. Пусть это будет на их совести, говорит Борис Алексеевич. Не в его характере копить обиды в душе. Главное, чтобы в хозяйстве был порядок, да животные сыты и здоровы. А с этим проблем нет. Кормов заготавливают в волю. Теля до двух месяцев выпаивают парным молоком. Ну, где-то рассчитываю на корову, где-то тонны 2 сена, чтобы было. Если у меня, допустим, 4 коровы, то мне тонн 8 надо. Но старайся больше заготовить, потому что еще телята, сено нужно. Еще кролики сено любят. Ну, у меня техника Т-25 маленький трактор, экономичный. Это незаменимый трактор в ливере. Если такое хозяйство держать, без трактора не обойдешься. Никого не надо просить, не клянчить. Сам поехал, накосил. Между всеми животными в сарае мирное соседство. Свою мурку Борис Алексеевич называет барометром. Если кошка лижет лапу или, как говорят, умывается, не только стоит гостей ждать. Это еще и значит, что будет хорошая солнечная погода. Видимо, Муркин прогноз на ближайшие дни. Потому что сегодня штормовой ветер. Домашняя птица даже из сарая не выходит. Но смельчаки все же нашлись. А вот сын Алексей предпочитает узнавать о погоде по термометрам и датчикам. Он метеоролог. Работает на Шербакульской метеостанции. К нам приходит на работу прогноз на три дня. Солнце. И мы уже отслеживаем это. Случилось это. Оправдался этот прогноз или нет. У нас он оправдался в этот день, на сегодняшний. Что будет ветреная погода. Максимальный пары достигал 19 метров на секунду. Сейчас уже к вечеру, немножко тихает ветер. Все равно уже технике более доверяю. К народным приметам они бывает оправдываются, бывает нет. Алексей о природных явлениях знает все. Особенно любит облака. Они бывают разные. От небольших пушистых до тяжелых свинцовых туч. Говорит, в них можно разглядеть удивительные образы, которые завораживают, а иногда наводят на полезные мысли. А сегодня какие облака? Сегодня цирусы, циростратус. Это такие тонкие волокнистые облака. Ну, едва заметные. Они очень высоко находятся. На высоте до 6000 километров. А низкие были это кумулонибус капитулатус. Это такие грозовые облака. То есть, выпадают осадки. Ну, дождь, в длинное время нет. А вот ушастым любая погода нипочем. Они даже могут зимовать в клетках под открытым небом. И легко переносят 30-градусные морозы. Кролики на подворье Доровтеевых появились случайно. Как-то прибилась одна крольчиха. От нее пошло потомство. Так и затянуло. Есть у Бориса Алексеевича как породистые животные, так и простых кровей. Больше всего он любит вот этих. Порода называется бабочка. Ценится она за необычную, очень красивую окраску шкурки. Ну, конечно, кролик, это очень хлопотно с ним. Затрат больших требуется. Это каждую клетку надо в воду поставить, каждую корм, надо следить, отделять. В общем, хлопотно заниматься с кроликами. У меня раньше мои дети занимались. А потом все забросили на меня. Я до сих пор. Жалко выводить, так и потихоньку и ухожу. Мясо диетическое. Бывает, что и покупатели приезжают, и продаю по-всякому. И дарю, и так просто. Увеличивать свое хозяйство до Равтеевы не планируют. Говорят, возраст уже дает о себе знать. А еще ведь и по дому работы много. Печь натопить, воды принести. И это все вручную. Каждый день по нескольку раз. Вот печку топить, это моя обязанность. Дрова принесли. Сюда мы уложим их. И накладываем печку. Дрова, это у меня такая скамеечка. Дрова ходит где-то на зиму 6 кубов. Для тритоны берем постоянно на зиму. Нам хватает. В доме тепло. Перед рождением внука мы еще утеплили дом хорошо. Опилок на крышу. Сейчас тепло у нас в доме. На отдых времени почти не остается, говорит Татьяна Тимофеевна. Хорошо, хоть по кухне сейчас невестка помогает. Ведь семья у Даровтеевых большая. Под одной крышей живут 6 человек. Родители, сын со снохой и внуком и точка. Всем кулинарным премудростям и советам молодую сноху учит Татьяна Тимофеевна. Рецепты передаются из поколения в поколение. Таких не найдешь в поваренной книге. Татьяна Тимофеевна учит меня, как там что-то делать по хозяйству или по выпечке. Блины там спечь или что-то. И все же еще умеешь же. Где-то что-то подсказывает, где-то что-то говорит. Как говорится, всегда снохи не сходятся обычно. Но у меня пока это все нормально. В Ларгу Ольга приехала вслед за мужем. С Алексеем познакомились на свадьбе друзей. Оба были свидетелями. С того самого дня и не расставались. Любовь с первого взгляда все-таки есть, уверена Оля. Мои родственники, друзья, все в городе у меня. А я здесь. Я живу, считай, в Любино. Там тоже ничего. Там хоть магазины есть, клуб у нас, хоть что-то там. А тут, считай, ничего. Я была очень в шоке. Любовь, наверное. Куда денешься? Куда муж, туда и жена? Алексей вовсе не уговаривал Ольгу. Просто пообещал, что погода в их доме всегда будет солнечной и безветренной. У меня для меня все. Для семьи я работаю, для семьи я живу, для сына, для жены. Родители – это моя опора на сегодняшний день. Родители люблю, жену люблю, сына люблю. Все, это жизнь моя. Кирилл – всеобщий любимец, самый главный человек в семье. Полтора года назад в доме Доровтеевых поселилось счастье. Особенно ждали его появления бабушка с дедушкой. Если выпадает свободная минута, посвящают внуку. А мама старается организовать для малыша полезный досуг. Чтобы мальчуган получал полноценное развитие, привыкал к общению. Кириллу пока все равно – жить в глухой деревне или в мегаполисе. Для него сейчас главное – любовь и забота родных. Ольга – швея по образованию, по детской одежде мастер. Гардероб у малыша побогаче, чем у любого члена семьи. Говорит, открыла бы свое дело, да только кто покупать будет. В детях и внуках все счастье, говорит Борис Алексеевич. И хорошо, что все вместе живем. И проблемы вместе решаем, и радуемся вместе. Глядя на них, вспоминает и свою молодость. С Татьяной они росли на одной улице, даже жили по соседству. Пока Борис учился в городе, девчонка взрослела, хорошела. Когда приехал в деревню, не узнал. И сразу влюбился. Когда учился в городе, там не до этого было. Думаю, что надо кончить сначала. И мать была против. Вот когда кончишь, потом поженим тебя. Ну, тогда мы приехали. Ну, я ее помню то давно, с малых лет я помню ее. Свадьбу сыграли по деревенским меркам богатую. Гостей около сотни было. Натянули полок во дворе и веселились три дня. Татьяна Тимофеевна вспоминает, что на второй день пошел сильный дождь. Старые люди тогда сказали, что это хорошая примета. Молодожены будут жить счастливо. Борис к серьезному шагу был готов. Ему было 28 лет. Говорит, самое время для создания семьи. Я тоже считаю, что надо осознать, потом только заводить семью. Вот сейчас смотришь, молодые, только вроде поженились, на свадьбе погуляли. Раз, разбежались. Таких случаев я много знаю. То это все неурядицы, то заработная плата. Ну, в общем, надо, мне кажется, состояться, как профессия, чтобы была. Чтобы работа главная была. Чтобы была в первую очередь работа. Чтобы человек зарабатывал. А когда в семье достаток, это самое главное, я считаю. Тогда ему все по плечу уже. А так, если ничего нет, ничего не будет. Жена на второй день убежит от тебя просто. В этом году Даровтеевы отметят юбилей. 35 лет вместе. Считают, что это не просто срок совместного проживания, а история жизни. Со своими радостями и бедами. Победами и поражениями. А еще это отрезок времени, за который каждый из них научился любить по-настоящему, понимать и чувствовать друг друга, нести ответственность за семью. Вроде недавно все было, уже по 50. Уже на следующий год 55 на пенсии уже пойду. Жизнь пролетела, да, незаметно. Быстро. Вроде как и не жили. Все в жизни было, но жили потихоньку. Всякое было. Где-то и прислушивалась, где-то и по-своему делала. Всякое в жизни было. Все было. Но чувства остались прежними, нежными и искренними. Эти кольца они хранят как самое ценное, самое дорогое. Для них это символ вечной любви и верности. Для жизни все есть. Единственное, что нехорошо, когда деревня пустая. Мы живем здесь, как на острове. Выйдешь и человека не увидишь никогда. Вот это самое плохое. Желательно, конечно, оттуда уехать. Чего в этой деревне сидеть? Тут уже ничего нет. Ни магазинов, ни воды нет. У нас бывает, что задувает дороги. Вот рейсы автобуса у нас сейчас сократили. Два раза в неделю было. Сейчас раз в неделю. Вот надо тебе выехать. Вот только сегодня, по понедельникам, все. Это хорошо, допустим, машина, если уедешь. А если нет, то хоть караулу причин. А так все нормально, я считаю. Мы уже привыкли, втянулись. Если все-таки придется уехать отсюда, то никогда не забудут они свою ларгу, свой отчий дом. То место, где родились, выросли и были по-настоящему счастливы. Весна не за горами, торопись с делами. А дел у селян многое в первую очередь подготовить семена и технику. 37% ее в нашей области – это посевные комплексы, среди которых и те, что выпущены компанией «Агро». Технические характеристики этой машины не уступают зарубежным аналогам, а в ряде позиций превосходят их. Этот комплекс работает в любой климатической зоне. Работает по стерне, по подготовленному фону, по зябе. Компания «Агро» выпускает несколько модификаций посевных комплексов «Кузбасс» с различной шириной захвата. Но все они имеют мощную раму, состоящую из трех частей. Стрельчатые лапы обеспечивают проведение нескольких операций – подработку, посев и внесение удобрений. Прикатка помогает удержать влагу и способствует хорошему прорастанию семян. Эти комплексы можно использовать и осенью на подготовке зяби. Достаточно отсоединить бункер. Анкерные сошники и стрельчатые лапы подрабатывают почву на разную глубину – до 25 см. Приобрести посевной комплекс «Кузбасс» можно уже сейчас в компании «Автоспецмаш» по программе 14 на 32 со скидкой в 20%. «Автоспецмаш» – современная техника для омских полей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова